Здравствуйте на государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Иммиграция сокращается в городе Ванн Западной Армении. Спотифай запустится в Армении. Эрдоган стремится к созданию тура на Кургинян Лаврову. Армянский язык отныне будет доступен в сервисе Microsoft Translator. Достопримечательности Западной Армении – древний город Харан. Сегодня день памяти этнографа Ерванда Лалаяна. Автор-исполнитель Виген Увсапян по-своему проинтерпетировал песню Кумитаса Зула. В провинции Ванн Западной Армении в 2011 по 2015 годы была самая большая иммиграция за последние годы, которая продолжается непрерывно. Город, который является лидером по темпам иммиграции за последние 20 лет, потерял большую часть городского населения, принял больше провинциальных жителей. Эта традиция продолжалась в последние годы, хотя темпы иммиграции в последние годы снижаются. В 2018-2019 годах в Ване на 34,4% увеличивалась иммиграция. Иммиграция увеличилась еще на 39,6% в последующие годы. В настоящее время Ванн стал регионом, который принимает больше всего мигрантов. Музыкальный стриминговый сервис Spotify вскоре появится в Армении. Сервис объявил о намерении расширить географию присутствия и выйти еще на 85 новых рынков. Как говорится в заявлении компании, это позволит увеличить аудиторию приложения более чем на 1 миллиард человек. Согласно сообщению Spotify, полный музыкальный каталог сервиса будет доступен на каждом из новых рынков, и весь каталог подкастов будет доступен на большинстве из них. На каждом новом рынке мы будем работать с местными создателями и партнерами над расширением наших музыкальных предложений, говорится в сообщении Spotify. Сейчас приложение поддерживает 60 языков. После выхода на новые рынки добавится еще 36. Турция не стремится воссоздать Великий Туран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 19 февраля в интервью телеканалу РБК. Лавров считает, что Турция едва ли грезит восстановлением Великого Турана как над национальным образованием. Во всяком случае, бывшие республики СССР, по мнению министра иностранных дел Российской Федерации, едва ли поддержит эту идею хоть в каком-то виде. Глава российского МИД также отметил, что Россия плотно вовлечена в отношения между туркоязычными государствами. В частности, он напомнил о существовании Тюркской международной организации тюркской культуры. Слова Лаврова оценил армянский политолог Сергей Кургинян. Лавров милейший человек и прекрасный дипломат. Если бы он был президентом Турции, я бы поверил каждому слову. Но, по-моему, президента Турции зовут иначе, и он говорит совсем другое. Он говорит, что тюркский мир должен быть воссоединен. И когда мне говорят, что не надо верить его словам, я задаю вопрос, он болтун или нет. Эрдоган стремится к созданию Турана. Тогда зачем мы строим с ним отношения? По случаю Дня родного языка, который во всем мире отмечается 21 февраля, компания Microsoft объявила, что ее сервис Microsoft Translator, осуществляющий переводы текстов, добавил еще 9 языков, в том числе и армянский. Как передает Urban Press, таким образом, сервис Microsoft Translator уже доступен на 83 языках. Компания отметила, что во всем мире на армянском языке говорят около 7 миллионов человек. Регион Харан в провинции Урфа в Западной Армении внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО из-за его домов с коническими куполами. Конические купольные дома Харана привлекают внимание своими особенностями. Дома оштукатурены глиной снаружи и яичным белком с землей, соломой и смесью розового масла изнутри поражают посетителей способностью сохранять прохладу в летнюю жару и тепло зимой. Люди до сих пор живут в домах с коническими куполами. Каждый купол этих ранее построенных домов символизировал финансовое состояние этого дома. Поскольку все дома были связаны между собой, дома строились взаимосвязанными изнутри. Все дома находятся под защитой исторической охраняемой территории и зарегистрированы Государственным Советом Охраны. Гервант Александрович Лалаян. Лалаян сродился 25 марта 1864 года в городе Александрополье. Позже Ленинакан, ныне Гюмри. Армянский этнограф, археолог, кавказский краевед и фольклорист. Преподаватель Нерсесовской семинарии в начале 20 века и редактор-издатель этнографического сборника, член Московского археологического общества. Один из организаторов Армянского этнографического общества. В 1894 году окончил Женевский университет в Швейцарии. Вернувшись в Закавказье, в 1895 по 1897 годы преподавал в Шушинском епархиальном училище, объединившись здесь с лучшими научными силами того времени. Манук Абегян, Торос Тураманян, Грача Ачарян, Лео Лиситян, Самуэлян Зеленский. Он приступил к созданию Асгагракан Андес. Вышло 26 томов. Первая книга опубликована в 1896 году. Подучи одним из организаторов Армянского этнографического общества в 1909 году в Тифлисе, по его инициативе создается этнографическо-археологический музей. В 1921 году этот музей переводится в Ереван, где на его основе был создан Государственный исторический музей Армении, первым директором которого стал Лалаян. Основные работы Ереванда Лалаяна посвящены этнографии армян и по археологии Армении. В 1903 по 1904 годы он получал открытые листы для собирания надписей на древних памятниках, а также произвел раскопки у Кизила Ванка и на теле Коль Тепе в Нахачеване. По поручению Московского археологического общества в 1905, 1906, 1908 годах раскопал более 500 потребений у озера Севан. В 1904 году во время своих изысканий открывает древнее поселение Коль Тепе. В 1908 году он обследовал Урдубайский участок Нахачеванского уезда. В 1912 году опубликовал заметку о Севанском монастыре в Новобазятском уезде. С целью ознакомления широкой общественности с армянской материальной культурой Лалаян издал три фотоальбома, посвященные памятникам Вайот Сцора, Паспуракана и Новобазита с пояснениями на армянском, русском и французском языках. Умер 24 февраля 1931 года в Ереване. Автор-исполнитель Виген Овсепян, который по-новому интерпретирует армянские народные песни и периодически обращается к популярным испанским произведениям, в интересной форме представил песню Комитаса Зуо. Как передает Армен Пресс, клип песни уже в интернете. Наконец, Зуо вернулось. «Я благодарен моим талантливым друзьям Артуру Арменовичу Мунацаканяну, Нурайру Гапояну, Акопу Ордакяну, Гургену Абеджану, которые приложили максимум усилий и внесли свой большой вклад в запись песни. Результаты их работы слышимы по всей песне», — написал Виген Овсепян на своей официальной странице в Фейсбуке, еще раз выразив благодарность всем содействующим при создании этой песни и клипа. Музыкант признался, что Зуло для него самая долгожданная работа, над которой они работали больше года. Хорошего вам просмотра, и я надеюсь, что она вам понравится», — заключил Вовсепян. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманнику Митас Зуло. Митас Зуло. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь миром.